газонокосилка с необычным диагнозом. она работает. но при работе появляется посторонний звук из электродвигателя. хозяин уже разбирал и сказал что проблема в одном из подшипников. а тут есть проблема у bosch. нижний подшипник несменный. он прямо внутрь вделан. так что его поменять невозможно. поэтому мы будем смотреть то ли все переделывать то ли оставить как есть. нужно будет смотреть по обстоятельствам. для того чтобы разобрать снимаем 4 венка и смотрим что мы можем сделать. какие будем предпринимать шаги. сейчас будем разбираться. отключенные винты снимаем крышку. немного забита травой. это ухудшает охлаждение. хозяину не нравится гул которым он работает. а как по мне вроде бы неплохо. но для того чтобы снять блок электродвигателя нужно с этой стороны открутить винты. что нужно сделать. вот два винта и и еще где-то и вот один. сейчас откручиваем винты. снимем крышку. откручиваем. итак я открутил пять винтов. тут два два и один. и теперь чтобы весь электродвигатель вышел нужно нож снять. ищем торцевую. торцевой ключ и откручиваем. ключ торцевой на 13. откручивается в принципе нормально. не теряем шайбочки которые здесь есть. такая кольцевая шайбочка. теперь подшипник входит. есть нижний подшипник. получается эта часть входит вот здесь в подшипник. снимаем ремень. значит хозяин пожаловался. а здесь все в принципе благополучно. на то что при вращении появляется посторонний звук вот в этом. значит смотрите какая ситуация. в этом boshe стоит металлический шкил. а это значит что он откручивается. откручивается значит крыльчатка снимается. а значит можно благополучно поменять подшипник без проблем. вот здесь есть определенная трудность. очень плохо. вот здесь очень плохо. туго вращается колесо. очень туго. не могу понять по какой причине. здесь какой-то тормоз стоит. возможно так и нужно. здесь есть какие-то тормоз для того чтобы на небольшой скорости быстро останавливаться. зачем это я не знаю. ну тут как то так сделано. вот с этим вроде проблемы. как мне кажется все в порядке. сейчас будем разбираться. вот здесь есть такой существенный люфт поперечный в подшипнике. подшипник под замену. что для этого нужно. нужно. можно отсоединить вместе с проводами. сейчас для начала откручиваем отсюда и смотрим как. ну подшипник в любом случае под замену. он уже тут износился добряч. откручиваем крепление. винты крепкие. плотно идут. я сейчас откручу. итак какие наши дальнейшие действия. как я уже сказал на этой модели. а это bosch arm 37. совсем не так как на роток. здесь съемный шкив металлический. он просто выкручивается. и вот этот этот блок можно разобрать. на bosch роток это все не разборное. только выкинуть. с обратной стороны есть под отвертку. можно закрепить. и шкив откручиваем. поэтому значит скорее всего резьба обыкновенная. будем зажимать. сначала нужно раскислителем со всех сторон пшикнуть. и будем откручивать. ну значит смотрите не получилось у меня держа здесь просто плоской отверткой. открутить шкив. он достаточно плотно держится. поэтому я откручиваю вот эту заднюю часть. два винта под звездочку. и если вынять эту заднюю часть то я смогу прямо за этот вал не за а зажать вал в тиски. и тогда покрутить уже здесь. для того чтобы вынять держит его именно крыльчатка. чтобы крыльчатку снять нужно снять шкив. поэтому что нужно сделать нужно снять фиксатор клемм. в принципе надо запомнить чтобы не перепутать местами. я думаю без разницы какой стороной. снимаем клемм. и для этого тут на хвостик нажать. и она снимается. тут тоже с внутренней стороны есть такой внутри хвостик. нажимаешь и она снимается. верхняя эта часть должна выняться. ее в принципе ничего не держит. она держится на подшипнике. я разобрал. разобрать было сложно. тут все откручивается нормально. проблема только была в том что подшипник был посажен на герметик. на фиксатор. пришлось держать в руках вот эту часть. вал просто бить отверткой туда чтобы он выбился. верхний подшипник в очень хорошем состоянии. как новый. нижний вообще выпал сепаратор. и там наверное видно шарики в хаотичном порядке. видите в хаотичном порядке просто шарики бегают друг за другом. поэтому теперь нужно съемником снять подшипник. для того чтобы было место и схватиться. зажать в тиски. и тогда буду откручивать этот шкив. и так как я просто взял накрутил и сюда бью. и потихонечку он выбился. все теперь я дошел до подшипника. сейчас съемником сниму подшипник. заменю. и будет счастье. и все. на этом в принципе будет закончен ремонт. подшипник действительно нужно было поменять. хозяин был прав. теперь заказываем подшипник. собираем в обратной последовательности. пришел мне подшипник. это подшипник SKF. единственное что вы должны понимать. что SKF бывает разный. бывают китайские SKF. берите у официальных представителей дилеров которые оригинальные SKF. нужно посадить оба подшипника. этот старый. я сажу на место. он как бы в идеальном состоянии. как его посадить? ставим на тиски или на тиски или на ктулку. а сюда бьем. единственное что вот таким инструментом бить нельзя. а вот таким можно. алюминиевый. ну или собственно вы можете сюда прокладку какую-то медную алюминиевую и по ней уже стукать. тогда это можно. с этой стороны ставим этот подшипник. с этой этот. забиваем опять таки на тиски и с этой стороны стукать. сейчас я это сделаю. поставлю и продолжу. итак я надел. но есть некоторые проблемы которые возникли по ходу. смотрите когда я сюда вставляю очень слабо. то есть оно будет здесь проворачиваться. значит просто так посадить недостаточно. необходимо посадить на эпоксидную смолу. я беру эпоксидный эпоксидную смолу. она эпокси металл. добавление стружки какой-то металлической. все очень просто. немного выдавливаю. здесь нужно немного. выдавливаю половину того. половину того. размешиваю. у него время жизни маленькое. поэтому нужно быстро размешать и быстро намазать. все теперь расколачиваю. в течение 30 секунд нужно поколоть со всех сторон. и что еще очень важно. обезжирить. обезжирить и обыкновенным обезжирить. и намазываем место под подшипник. причем оно будет стараться его стянуть вниз. поэтому толстым слоем нельзя намазывать. все что будет толстым слоем. все стянется под подшипником. поэтому старайтесь как можно более тонким слоем. лучше всего сделать так чтобы намазать тонким слоем внутреннюю часть. намазать под подшипник. и тогда понятно что все равно что-то стянется. но что-то останется и приклеится тонким слоем. зазор небольшой. поэтому тут все же зависит от насколько сильно толстым слоем. здесь вот так оно заходит. но плотности нет. верхний подшипник вот этот я еле выбил. он тоже кстати был на какой-то чем-то приклеен. возможно попробую. может быть его тоже нужно будет ставить на клей. одеваем. собственно все. сейчас что важно. я одел. сейчас важно. он же будет застывать. его нужно отцентровать. отцентровать каким образом. собираем. честно говоря в какую сторону не знаю. наверное ей без разницы в какую сторону. в эту или в эту. вставляем. пробуем как вставляется. в принципе верхний подшипник плотно заходит. затягиваем винтами. пинты. звездочка. ищем ключ. звездочку. ключ. звездочка. сейчас. и затягиваем. таким образом. откручиваю навлад. забыл одну деталь. под вот этот подшипник ставится пружинка. ух ты. она уже затянулась. придется постукать и выбить. о чем я говорю. вот сюда ложится пружинка. сверху. теперь одевается крышка. все. теперь уже все. странно что вот этот подшипник был приклеен. потому что здесь же пружинка. он должен пружинить. но если подшипник приклеен. как же он будет подпружинить. видимо какая то нелогичная для меня ситуация. для меня это нелогично. я считаю что так делать нельзя. этот подшипник должен иметь возможность играть. потому что здесь пружинка. собственно все. оно оцентровалось. тут разбито сильно не было. теперь оставляем его в покое. можем поставить. и зафиксировать на место. вот таким образом. контролируйте. если слабо держится то надо поджать. щетки в нормальном состоянии. длинные. с ними все в порядке. поставим щёточной пружинку. так. и ее тоже фиксируем. хорошо. все. теперь остается подождать. наверное немножко поспешил. надо сначала хорошо подтянуть. подтягивать буду уже ручной отверткой. чтобы почувствовать усилие. вот так. тут нормально. тоже нормально. собственно все. все. теперь переходим к... он никуда не денется. высыхать может крепко стоит. поэтому застывать может уже в процессе того как я буду им пользоваться. сейчас ставим на место крыльчатку. то есть полностью по полной собираем. и можем устанавливать на место. я думаю что этому уже ничего не мешает. все. а соединять будем надежно на изоленту. теперь собираем все на место. крыльчатка поставилась очень легко. наделась просто вручную. ставим теперь гайку. в принципе ее затягивать особенно не надо. она сама затянется вращением электродвигателя. единственное что помните. да. вот здесь вот есть. здесь ровно. а здесь вырез. впадина. вот ее сюда. так чтобы она налазила ножки. и придерживала крыльчатку. собственно немножко вручную этого будет достаточно. теперь его вставляем. натягиваем. наверное вот такой. вставляем в эту сторону. здесь был термопредохранитель. который хозяин уже устанавливал. теперь наживляем винты. и будем натягивать ремень. винтов должно быть 4. 4 шутера. ага. винтов 4. так и процесс закручивания показывать не буду. надеваем ремень. натягивать нужно. натягивать нужно. но смотрите. тут такая ситуация. что здесь второго упора нет. а он будет. когда будем устанавливать. он там в подшипник садится. поэтому натяжение должно быть не такое сильное. мы когда натягиваем его гнем. выгибаем этот вал немножко в эту сторону. его потом подшипник назад вытянет. и поэтому еще сильнее натянется ремень. поэтому натягивать нужно без фанатизма. потом когда на место поставим. и проверить не как его. и проверить не как хорошо натянута или нет. хорошо тогда сейчас закручиваем винты. я хотел обратить внимание на то что я вам показал что эти винты начал закручивать. маленькие. неправильно. это винты с пресс шайбой. нужно на затягивание на натяжку ремня. значит натяжка в принципе должна быть. я просто от руки вот так вот натяну. это будет достаточно. закручиваем и все собираем в обратной последовательности. на что я хотел еще обратить внимание. на то что будем соединять провода. без разницы. так или вот так. ну что же я теперь соединяю кабель. как я уже сказал в принципе речь идет о 220 вольт. поэтому тут без разницы. черный к синему или черный к коричневому. без разницы. единственное что его нужно будет как-то здесь разместить. укрепить. здесь свободное место. сейчас покажу где я тут ковриюсь. изолирует просто изолентой. здесь была стяжка. не принципиальный вопрос. была вот такая стяжка. ее уже давно нет. просто скручиваем и на изоленте. и можем попробовать первый старт. в том смысле что проверить как работает сам электродвигатель. а затем прикрутим нож. и попробуем уже на... вот сюда можно... тут есть куда вкладывать провода. вкладываем. как-то так. чтобы было логично. вот так вот. и тут как-то они будут находиться непринципиально. пробуем как... пробуем запускать. посмотрим чем все закончится. сейчас подключу провода. вот так вот. вот так вот. вот так вот. специальный переходник. теперь у нас осталось. я проверил в холостую работает электродвигатель. теперь закручиваем нож. предварительно я его подточил. обязательно нужно или болгаркой или наточили. подточить. это очень важно. от этого зависит собственно эффективность работы. ну и теперь переходим на газон. и будем пробовать что из этого получилось. по сути дела все отремонтировали. ну собственно вот финал. как все работает. порежет качественно. вопросов нет. работает не громко. подписывайтесь на канал. и сможете увидеть не только ремонт такой техники. но и более сложный. и все очень просто.